Вот они там сбили бригаду. Один паровозом, а все остальные вместе с ним раз-раз-раз нашлепали этих 8 статей. Дорогие друзья, позвольте начать презентацию книги Ивана Павловича Каменецкого, кандидата исторических наук, старшего научного сотрудника сектора истории второй половины 16-го, начала 20-го века Института Истории и Средиземного отделения Российской Академии Наук. Здесь, в ГПНТБ СУРАН, в нашем уютном пресс-центре. Я надеюсь, эта книга служила и люди из Сибири, вызовет много горячих обсуждений. И надеюсь, что все мы эти обсуждения сможем сегодня зафиксировать и потом обратиться к этому видео, для того, чтобы вспомнить какие-то краеугольные, самые важные заключения, которые Иван Павлович, которыми я с нами поделится. Пожалуйста. Прежде всего я хотел поблагодарить всех участников нашей встречи. сотрудников нашего сектора и других моих старых коллег за то, что нашли такую возможность и время присутствовать на презентации. Ну и, безусловно, я хотел выразить глубокую благодарность Аркадию Ильичу Елхимову, писателю президиума Общественного благотворительного фонда «Возрождение Добольска», благодаря финансам, которым была изнана эта книга. Хотел бы поблагодарить, безусловно, художников и дизайнеров, которые работали над этой книгой. Вот создали, считаю, великолепную такую обложку и графические иллюстрации к очеркам этой книги. Это Александр Геннадьевич Шибанов, уральский художник и дизайнер. Валериус Василий Евгеньевич, бывший ректор Российской Академии Печати и Дизайн. На днях он скончался, на его царство ему небесное. Вот он. Они приняли самое активное участие, даже в них возник спор по оформлению. Аркадий Ильич сказал, что тираж, первый тираж был пущен под нож, поскольку не устраивало Валериуса, он ведущий, считается, дизайнер страны оформления. И книга вышла с опозданием более чем на полгода. Ну, как будто не было, она состоялась. Вот, и я хотел показать просто изначально иллюстрации, которые украшают частью статьи этой книги. Вот, пожалуйста, вы... Это будет видно только в видеозаписи, потому что она у нас вложена в окошечко. Понятно. Значит, чем, вот, чем замысел стать книги и почему я выделил вот работе над ней такое особое внимание. Я думаю, что служивые люди были весьма спорной фигурой в нашей российской историографии. В удаляционный период они рассматривали как проводники государственной политики. В советский период, особенно в 90-е годы, их рассматривали по-разному. Вот, некоторые историки, как, например, Измайлов, вот, безосновательно считал, что это были материсты, разбодники, вот, и другие, ничем не отличающиеся от европейских характеров, вот, взрывателей юной Северной Америки. Вот, наш томский историк Шерст Валидия Ивановна, она назвала их маргиналами, которые, вот, были выплесками в смутном времени и так далее. Ну, содержание моей книги опровергает все эти незрелые высказывания. Безусловно, это были люди-государственники, в чем я не сомневаюсь. Это люди были своего времени, это были профессиональные воины, вот, которые буквально сразу после похода Ермака, вот, проникли в Сибирь и совершили настоящий подвиг. Вот, за короткий период, мы знаем, рекордно короткие сроки, территория от Урала до Тихого океана была не просто пройдена, но даже физично освоена и нагрузки людьми. Вот, таких вот темпов колонизации не знала мировая история. Это несомненный факт, который, я думаю, никто сегодня не оспорит. И, безусловно, это были не маргиналы, вот, в прямом смысле, вот, люди, не знающие своей родины, отчизны, родства и так далее, вот, выброшенные из социальной ниши. Это были люди, которые были проникнуты державным самосознанием, вот, патриотическим чувством. Вот, вы знаете, вот, все бы в истории истории знали, что именно казаки привели, во многом способствовали, по крайней мере, поведению власти Михаила Фёдоровича Романова, значит, вот, своими криками, значит, вот, они отмели Трубецкого, князя, вот, отдали предпочтение Романову. И вот после похода Ермака в Сибирь пришли как раз остатки его войска, которые влились уже в правительственные отряды. И эти правительственные отряды за короткий период начали строить города-крепости, начиная в Слюменье, Тобольске, Тихотуре, значит, Сургут, Березов, Магазея, Томске и далее на Восток, начиная в Кузнецк, на Востоке, на Енисейске, Красноярске и так далее. И закончили выход с этим острогом уже в 1640-х годах. Ну, то, по полвека понадобилось пройти вот этот огромный непростой путь. Значит, книга эта состоит из 30 таких статей и очерков. Значит, примерно третья посвящена историческим портретам служив двух людей, малоизвестных и совсем совершенно неизвестных еще российской науки. Значит, я постарался преследить судьбу потомков Ермака. Значит, большая часть, как известно, погибла все-таки в сражении с Кучьему. Другая часть вернулась опять на нагон на Волгу. А вот часть, которой мы не можем привыкнуть к личному отношению, она влилась в отряды правительственных войск и начала последняя Сибирь. И среди них вот известные, такие уже известные, как Иван Гроза, Черкас Александров, или Александров, я не знаю правильно, и вот, которые были уже по свидетельству Миллера с его верными, надежными, лучшими друзьями Ермака. Вот они стали атаманами, казачьими атаманами Тобольска и породили вот целую большую династию сибирских служилых людей. Мне удалось преследить судьбу вот их потомков, вот буквально второго-третьего поколения. Вот очень интересные, яркие, колоритные личности. Ну вот, например, внук Дмитрия Черкаса, он в 1640 году совершил бесспримерный путь в Мангазею, морским путем. Хотя Мангазея была, вот этот путь был освоен уже, но он сопровождался огромными, невероятными трудностями. Вот два судна отправились, два коча отправились в Мангазею, значит, где-то в пределах 100 человек было, купленных товарами, провольствами и так далее. Но на Уской Губе буквально на выход в Ледовит-Океан врезали форма кочи были разбиты, и местные ослики даже разграбили вот это имущество. И вот оставшиеся люди, значит, совершили путь вместе с дьяком Теряевым, которым был боеводство с Мангазея, с Дмитрием Черкасом, путь по Ямальской тундре вдоль побережья Северного Ледовитого океана, вот, в течение пяти месяцев, то есть всю зиму, весну они шли, вот, теряя людей, конечно, значит, используя все продукты, использовали даже олени-шкуры, которые служили крывалом, и даже употребляли пищу умерли товарищи. Или самые отчаянные из них, вот, в том числе, вот этот, вот этот, черкасов, внук Черкаса, он сам с небольшой группой сумел пробиться, вот, к зимовью, где встретил отряд, высланный на встречи им Мангазеевский воевод. Вот, все-таки часть людей была спасена. Вот в таких условиях примерно действовали многие служивые люди. Значит, я не буду, безусловно, давать характеристики всем, вот, кто в этом занятосом почитает. Вот, хотелось сказать, что потомки Эрмака активно участвовали в среде многих сибирских городов, закончили борьбу, по сути дела, они с Кучумом, вот, в нашем, известно, что в нашем сибирском приобе в 1998 году на реке Ремень был разбит большой отряд Кучума, сам он, конечно, спасся, но жена, дети, вот, были захвачены и отправлены в качестве почетных пленников в Москву. Вот. Сопорождал их тоже один из, вот, ермаковцев. Ряд буквально статей и почерков посвящены другим служимым людям, большая часть их вышла из мутного времени, они активно участвовали во всех кровопролитных сражениях, находились по разным сторонам и баррикад, вот, служили и уже Дмитрием, первым и второму, и Василий Шуйськом, и другим лицам, но, вот, что характерно, что в разрешающий момент они взяли в сторону правительственных войск, вот, приняли активное участие в освобождении Москвы от польских и литовских интервентов. Но, как только Москва была освобождена, началась борьба с разными барресскими людьми, часть казачества, когда фрилькоство все-таки длило опору, было отправлено на восток, может, и на востоке, конечно, начались в ее достойные применения. Поэтому, это такие люди, как Василий Алексеев-Тюменец, вот, ну, Тюменец, очевидно, он строил Тюмень, это Селасьян Самсонов, который прошел путь от убольного казака к сибирскому дворянину. Это Дмитрий Злобин, вот, выходец из мутного времени. Вот, очень интересная фигура был Дмитрий Копылов, он, это земляпроходец, именно его отряд во главе с пятидесятником москвикин, вот, вышел на берегах Киевоокеана, основал Первый Охотский острог. Вот, поэтому, вот, Дмитрий Копылов, он, вполне заслуживает, там, Томские земли проходят, даже в Томских памятник, я считаю. Сам он был не только вот, это, и атаманом, получил за это атаманское звание, но и хорошим послом, ходил он, к Киевским князьям Абаку, с посольством, вот, ходил к монгольским, западомонголам, вот, к Куганхану, и, в целом, его, вот, эти посольские миссии заканчивались успехом. Вот, интересные фигуры, безусловно, это Курбат Иванов, вот, он известен как географ, картограф первой Сибири, можно сказать, да, еще до Семена Ульяновича Ремезова, он, первым пришел, может, не первый пришел на Байкал, но первым составил карту Байкала, вот, а затем и отчасти Чепотки и даже Киевского побережья. Охотского побережья. И вот эти карты, они нашли отражение затем хорографической книге Ремезова. Слово говоря, сам Семен Ульянович в общем не ездил дальше Тобольского уезда никуда, но активно использовал карты, вот, написания различного рода чертежи сибирских служил клюги, в том числе Курбата Иванова и других. Вот это Курбата Иванов он интересен тем, что я обнаружил, что он был тесно связан с Семеном Дежневым, они даже были не просто партнерами, а были друзьями. Когда Курбата Иванова занимал более высокий чин, сын Боярский, а Семен Дежнев был атаманом, когда якутский воевод приказал арестовать Курбата Иванова над Семеном Дежневым, тот оказался, заявив, что тот высший его чином, он не может его арестовать и так далее. Хоть арестовать другому человеку. То есть люди того времени проверяют товарищество, братство и так далее. Маленький курьёный случай в жизни Курбата Иванова начинал службу таможним целовальником и когда этот дом был выборный, ответственный и он занимался отбавлей горячим вином, ну, с ремензаком самогона, которое было безусловно популярным очень, вот, было на, конечно, государевом юридикции, вот, и когда он передавал другому человеку, вот, в наличии этих винных бочек, то почему-то не хватило у него шести ветер, горячего вина, вот, и в своём оправдании он заявил, что вино от старых бочек усохло, морозом его выморозило, вот, не знаю, чем закончилось, скорее всего, он выплатил недостающую сумму, правительство не прощало таких вещей, ну, среди вот, русских землепроход, русских послужилых людей было немало послов, можно выделить Якова Тухачевского, это бывший смоленский дворянин, очень тоже яркая личность, который оказался, ну, неведомо какими судьбами в Сибирь, скорее всего, ссылку, он был отправлен, поскольку он в Москве там надерезил, значит, и вот этот Яков Тухачевский, вот мне очень хотелось представить дальнейшую судьбу, связать, не связывали его, не потомок ли он Михаила Николаевича Тухачевского, но пока не удается, значит, он прислался таки, как военачальник опытный, причем, тоже человек такого военного, военной доблести, значит, когда он сражался с Чарской Мурзовой Тарлавом, вот, сильным татарским вождем, и поразил его, он приказал сродьму почетной похороны, значит, выставил у могилу почетный караул, и вот татары приняли, вот, все их приемы, вот, похоронная процедура осуществили, то есть, он уважал противников и с ними достойно прощался. Он прославился своим походом, очень интересный поход был к Офгенханам, западно-монгольским Мфиадалам, вот, причем, когда он прибыл с небольшой делегацией, значит, Офгенхан, самостоятельный, независимый, монгольский правитель, безусловно, значит, не принял вот ту, принял его, но, безусловно, принять русское подданство, он был не готов и не хотел. А вот эти посольские наказы требовали, чтобы, вот, непременно они принимали российское гражданство, вот, и входили под услугу сваривил круг. Вот, неком Тухачевский был человеком умудренный, он понимал, хорошо, миссия невыполнима, поэтому он пошел другим путем, он занимался вручеванием монголов, в том числе и женщин, вот, о чем его недруг, который занимал роль секретаря, вот, на самом деле он оказался таким доносителем, вот, он даже писал в своем посольском списке, что Яков Тухачевский, Яков Тухачевский начальник пиздил Шонка, одного из монгольских ханов, которого он тайно лечил. Ну, вот это лечение, врачевание, вот, и добрые отношения, все-таки оно имело действие. Конечно, монголы не приняли клятву, на верность, вот, но, все-таки союз марбума был заключен, и вот буквально через год после похода этого Тухачевского в Красноярске гнали более ста лошадей, в которых хусор удалось в карнизон крепости. Дальше он слушал в Таре, потом в Магазее, ну, то, что в Магазее было два таких паячьи, в Газаре очень вы хорошо знаете, и о том, что ему доверили к этому вочину, говорит уже о многом. Сын его также был боеводом в Тюмени, и так далее. Ну, я не буду, да, другим послом интересным был, безусловно, рядовой казак Емельяный Вершинин, который совершил посольство к черным калмыкам Дайчино, значит, в Среднюю Азию в современном языке, в современном Ташкент, так он назывался, Самаркан, такие старые названия, вот, но правитель калмыков тоже холодно принял их, сколько он хотел, не хотел оказаться в зависимости от русского царяной, но желая показать ему все свои владения, он два года возил по всей извинению Азии, в том числе и в Китай привез, показать, что он богатый, всесильный и не нуждается в никаком покровительстве от русских государей. в результате вот этот бедняга у меня вершинин сумел в Китае все-таки встретиться с послами, те вручили ему грамоту, вот, и он с этой грамотой спустя три года все-таки вернулся в Тобольск благополучно, из Тобольска отправили в Москву, но эту грамоту так не могли прочитать долгое время. А все ли выражение китайской грамоты непонятно произошло. Ну, я использовал двух воевод. Вот, воевод это Иван Пахабов, который простал своими неистов дома, и, наоборот, Ларион Синявин, который был настоящий родитель воевода. Вот, Пахабов был, безусловно, одиозный воевод, воеводов, который служил в Венесейске, вот, и прославился своими потом братском остроге, и вот братском остроге он прославился своими насилием братскими людьми, борятами, значит, ему приписывают насильственное крещение борятам, и так далее, знаете, это жестокое обращение с людьми, когда его местный священник даже пытался увещевать, тот заявил, что после меня хоть трава не растет, такое выражение было, и как только, ну, безусловно, на него было ни одно дело заведено, но как только его пытались арестовать, он сразу уходил к какой-то исашни походу, походу из-за совком. Надеюсь, в итоге, я не знаю его конечную судьбу, вот, но его сын все-таки был в воле, наверное, достойной кондитуры, он основал Иркутский острог, современный Иркутск. А вот Синявин был, ну, противополон из-за Илариона Синявин, который в источниках назван как родительный, заботливый воеводок, который не отличался словопотребениями, вот, который много сделал в Иркутске, немало сделал в Нерчинске, зачем, и потом он в России служил немало, и в этом плане вот из этой семьи как раз он имел геназий, из которой выросла вот эта пустоводца знаменитая, мореплаватели крупные, адмиралы Российского форта и так далее. Вот это вот и свой славный когорт. Значит, я уделил внимание, безусловно, в Сибири Сибирь была не только русской государево-очной, вот, в ней были самые разные этносы, вот, помимо коренных, безусловно, здесь было многосырных, причем самых разных национальностей, вот, больше всего было, пожалуй, на мой взгляд, было белорусов, так они назывались, вот, украинцев, поляков, ну, потом шли греки, наверное, и даже крымские татары попадали в Сибирь, вот, ну, я дал краткие характеристики, вот, этим, наиболее выдающимся личностям из них, вот, из них были позже разные люди, были, авантюристы, типа, Павла Хмелевского, Саву Француженина, значит, которые прославились, ну, будем говорить, недобрыми делами, их из Тоборской прислали по разным гарнизонам, то в Томск, то в Кузнец, то отправили еще куда-то, вот, которые вот вступали в конфликт постоянно и с воеводой, и с церковными иерархами, значит, и в итоге, вот, это был такой нарицательный образ служебных людей. А вот, белорусы, они оставили добрый след, вот, особенно Оршинский, вот, очевидно, имя, фамилия Оршинский, или пишется Оршинский, происходил из Орши, предполагают исследователи, то есть, белорус чистый, ну, и кроме того, прямые указания в источках есть, они белорусы. Поэтому, вот, это, довольно большая была диаспора белорусов, она присваивалась в Сибири в 17 веке своими добрыми деяниями. Многие из них участвовали в крупных походах, экспедициях, на Мадыске и прочем. Значит, если говорить о украинской диаспоре, то она представлена в книге, именами Демьяна и Василия Многогрешных. Демьян Многогрешный был детманом украины, был сослан за измену, так называемая, то есть, по политическим делам, Демьян, как и на самом деле, но его просто сверлили местные, местные украинские старшины, которая вот в период руины, там, страшно, посудила, гражданская война, и вот Демьян приговорились в смертной Кате, но цариков всегда помиловала, правила в Сибири, вместе с семьей, с братом, там, еще с его полковниками, генцовкой, и вот в Сибири они находились сначала в тюрьме, значит, вот, потом были освобождены, вот, и всегда в Сибири нужно давать таких опытных военных полководцев, значит, и по указанию видного деятеля уже Петровского времени, кто у нас заключал мир с китайцами, нет, не с Головин, нет, не Рогузинский, Рогузинский, Головин, послом, а вот был воеводой, который, короче, он был освобожден, вот, принятый на службу, жалованию, и честный, добростой служил, значит, закончил он жизнь приказчиком в одном остроге, погиб его сын, и его брат Василий прислали тем, что он, по сути дела, пас Красноярск от разгрома Минисейских Киргизов, в 1679 году был недельный осадок города, погибла, по сути дела, половина гарнизона, у нас здесь были отчаянное положение, а Василий, опытный командир, воеводов был неспособный, а он находился в тюрьме, и служило люди, вызвали ли его из тюрьмы, вот, и он стал командой, и он сумел не просто отразить, а снять осаду, но и даже послал отряд, который развремел часть Минисейских Киргизов. За что, ну, за его дела, снята была с него это тюремное заключение, и он тоже был поверсом, сын и Боярский, довольно высоким окладом, но как пусть закончил. Другой полковник Винтовкин, украинцев, он оказался в Кузнецке, значит, и его сын, значит, строил современное Берское, возводил Бийскую крепость, Белоярскую крепость, и, по-моему, даже участвовал в Берском остроге, в предельстве. Ну, я не буду говорить о греках в Сибири, значит, вот, они прославились тем, что занимались здесь первые месторождения золота. Вот в Кемеровской улице на реке Икеи были обнаружены вообще они использовались их опыт как трудознатцев. И они же вот благодаря им тоже были открыты серебро в Нерчинске. И вот возник первый в России Нерчинский серебро плавительный завод. Ну вот я временем не злоупотребляю. Я не буду говорить о других разделах истории Кузнецкого уезда, где я посвятил статьи и воеводам всем Кузнецка, там 22 воевода было, ни один не был свернут. Кузнецкий срок вовремя был такой горячей точкой Южной Сибири. и невзирая наверное поэтому из-за военной ситуации там воеводы не воровали в других местах, не злоупределяли доверием служилых людей. Все они досидели полностью место и оставили добрый след. Сатья одна посвящена Петру Дорофееву тоже Кузнецкому атаману, который первым достиг Тилецкого озера, разгромил Тилецких людей, ну и сделал тоже немало долгых дел. Ну и отдельная глава посвящена командному заставу и военной тактике. Ну вот здесь я рассмотрел сибирских атаманов, их состав и служебную деятельность. Постарался охватить как можно больше количества атаманов, одежда не всех наверное безусловно, показал их социальное приспождение и становил семейные родственные связи. Что важно, на мой взгляд историки как-то игнорируют этот фактор. Это очень много значит кем были потомки. Ну и большой статье посвятил героям Албазина это Алексею Толбозину и Афанасию Бейдину. Напомню, что в 1887 году 10-ти тысячный китайский отряд на море Албазин. 9 месяцев шла осада значит 900 было где-то около 900 служебных людей держали в натиске тысячного войска. Вот осталось буквально в трою около 50 лет, но крепость не была сдана. Лишь по условиям нефтьевского договора значит она была срыта самим русским людьми. Это были настоящие герои и осада Албазина на мой взгляд должна войти в учебники, в школьные учебники. Почему-то осада Азова есть, а там был настоящий героин, вот безусловно. И защитники сражались до конца. Толбудин был погиб. А Береттин Афанасий был ранен и их переписку с Лассой воеводом я тоже поместил в этой книге. Она очень трогательная такая. Ну вот завершая свой экскурс, все о чем я вам хотел сказать. Спасибо огромное. Я предлагаю несколько реплик а потом уже перейти к вопросам и ответам. Оксана Николаевна, вы готовы рассказать о важности для Института истории? Нескольких слов. Я вас представлю, Оксана Николаевна Полянская, заместитель директора Института истории СОРН. Спасибо за предоставленное слово. Я думаю, что здесь надо шире смотреть не только для Института, а в целом для истории. Во-первых, сейчас мы все обращаемся и к антропологическому принципу изучения истории. Это как раз наглядный пример того, что история имеет лица и имена и фамилии, особенно, что касается XVII-XVIII века, потому что это всегда был только процесс, это какие-то динамичные действия и прочее. То работа Ивана Павловича Каменецкого это как раз дополняет, что на истории Каменецкого были энтузиасты своего дела. Возможно, среди них были, конечно, какие-то неблагополучные элементы, и не случайно существует неоднозначная точка зрения в оценке служилых людей, но тем не менее, как доказывает монография Ивана Павловича, что таких было меньшинство, а были все-таки настоящие служители интересов своей Родины. Наши задачи оставить их доброе имя. Да, совершенно верно. То есть и вот эта биография и подробности сейчас Иван Павлович совершенно верно сказал о том, что очень важно смотреть, что это были целыми династиями, то есть люди, которые служили на далеких окраинах российской будущей империи, которой еще только шло становление. И вот здесь сегодня, опять же, очень актуально, я думаю, что выход этой книги, где освещен помимо просто освоения Сибири, как раз еще и пограничные вопросы. Мы говорим сегодня о важности тех самых регионов, которые занимают такое трансграничное значение, которые фактически являлись и становились рубежами нашей страны. И в частности вот восточные рубежи и Албазин, в данном случае, который только что прозвучал. Это вот, в общем-то, один из ключевых моментов в связи с чем в общем-то служилые люди сыграли очень не последнюю роль, а если не важную, в том, что вообще состоялся Нерчинский договор и была, в общем-то, определена восточная граница и вот та самая азиатская часть России, о которой мы сегодня говорим все чаще и чаще, и о поворотах России на восток, я думаю, что, в общем-то, это не очередной поворот, а восток всегда был в составе России, да, и Россия всегда относилась очень бережно с отношениями вот с восточными государствами, и российско-китайские отношения, и монголов, в том числе, вот как раз связанные с Нерчинским договором, когда хоть и потеряли там часть территории на тот момент, но Забайкалье, в общем-то, осталось в составе Российской империи, и, в общем-то, установились, можно сказать, на тот момент дипломатические отношения, торговые отношения, но так приобретали уже какой-то цивилизационный вид, и вот таким образом за фасадом, может быть, обложки служилые люди, да, здесь в данном случае вообще раскрываются разные аспекты истории России, Сибири в том числе, и, как мы видим, даже и международные отношения, вот служилые люди в разных ипостасях, они, в общем-то, поговорили, да, и, наверное, с Иваном Павловичем действительно сложно не согласиться о том, что действительно можно многие аспекты действительно в учебную литературу уводить о том, что наше подрастающее поколение знало, в общем-то, древняя история 17-18 века, особенно для маленьких людей, это, конечно, очень далеко, но, тем не менее, с неё всё начиналось, там были свои герои своего времени. Благодаря этой книге мы будем знать, с кого брать пример. Почему нет? Я предлагаю такую создать перекличку разных вузов и институтов. Олег Николаевич, готовы выступить в нескольких словах? С удовольствием. Николай Николаевич Катионов, доктор исторических наук, писатель Петра университета. Всё правильно? Да. Я являюсь преподавателем кафедры отечественной и всеобщей истории. Я работаю со студентами и часто использую материалы 17-18 века в спецкурсе «Преступление и наказание» в Сибири в том числе. Значит, ну, в качестве основы, конечно, книга Николая Николаевича Покровского власти общества в Сибири, когда служилые люди иногда отстаивали свои интересы перед государственной властью, но они же разные категории служилых людей, потому что одно дело воевода, который прислан от центральной власти управлять своим уездом или воеводством, другое дело, когда разряды, нет, но они же разные времена-то были, были времена 18 века, там уже и разрядов по сути не было, вот, приезжали сюда на службу со своими наказанными, так сказать, этими памятями, должностными инструкциями, все, и в то же время встречали некоторое противодействие, может быть, даже не то, что противодействие, а недовольство служилых людей рангом ниже, ну, казачество, например, да, или там представители этого казачества, или какие-то представители других миров, вот, все эти отношения надо было регулировать, вот, данный материал, данная книга, она даст возможность еще насытить тот материал, который у нас уже имеется, конкретными фактами, конкретными событиями, которые происходили в истории Сибири в 17 начале 18 столетий. Материал сам по себе, вот, по оглавлению я, к сожалению, еще не познакомился с текстом полностью, но, во-первых, многие имена уже известны в истории Сибири, теперь здесь более, так сказать, конкретный материал, потому что, вот, Иван Павлович назвал Бейтона, да, одного из защитников Албазинского острога, он ведь один из первых составил карту, да, Амура и вот этой территории, да, которая вошла потом в ту же самую хорографическую книгу Сибири, составленную Семеном Леонидовичем Ремезовым, это конец 17-го, начало 18-го столетия. Дальше у меня возник вопрос по ходу изложения материала о данной книге по поводу домовой летописи капитана Андреева. Я в свое время читал эту летопись служилого человека уже 18-го столетия и середины и второй половины 18-го века, но он писал, что он потомок по материнской линии одного из участников похода Ермака в Сибирь. И вот кто он по его родословной, либо он этот Молчанов, либо еще кто-то из этих служилых людей, которые здесь в Сибири находились, не пришли, сделали свое дело, ушли или остались здесь на века. Вот это прослеживается вот эта связь, правильно было сегодня сказано, что она не одно-два поколения была, а несколько поколений, которые дают возможность нам ознакомиться с теми, кто служил в Омске, кто продвигался дальше уже в 18-м веке вверх по РТШу, ну и интересные материалы, конечно, архивные материалы, которые автор прочитал, адаптировал, перевел, ввел в этот самый текст. Поэтому здесь получается она и научно-популярного звучания такого, вообще Елфимов как Елфимов Аркадий Григорьевич, да, он же популяризирует вот историю Сибири через разного рода литературные художественные тексты и одновременно тексты исторические. Вот в 2016 году трехсотлетие Омска отмечалось, да, образование Омской крепости. Вот это связано с походом Бухольца вверх по РТШу, неудачный поход, потом они спустились обратно и основали эту крепость. И вот там использовались материалы, которые предоставили барнаульские историки Контьев и Бородаев, особенно по картографированию вот этого места и этого времени. Вот, и там один из первых чертежей, которые князь Гагарин, первый губернатор сибирский, составил именно вот этих вот походов в Верховье Иртыша, то есть одно из первых картографических таких, один из первых картографических документов. То есть мы здесь видим в данной правильно здесь разделы такие есть, очерки эти требуют огромного так сказать терпения, внимания, подготовки. Автору большое спасибо за такую книгу. Тираж-то какой в этой книге? Аркадий Георгиевич там тысячи, ну, 500, где пляж он отправил на СВО. Московское казачество очень занерисовалось, попросило его, вот, на меня вышли. Я говорю, я не только буду за, вот, и он отправил половину вот этого тиража, да. Издание дорогое, смотрите, какой переплет, какая, значит, художественная, бумага какого качества, ну, это немалых денег стоит вот это издание, да, здесь все сочетается, ну, и, конечно, спасибо, во-первых, автору, во-вторых, тому, кто профинансировал этот проект, потому что, вот, мы с вами являемся свидетелями, в Сибири появились все атласы Ремезова, они в ГПНТБ находятся, да, вот эта чертежная книга, служебная чертежная, хорографическая книга, разбросана не везде, да, хорографическая книга в библиотеке Гарвардского университета хранится, национальное достояние, да, чертежная книга в Москве, в библиотеке, в РГБ, а служебная в Санкт-Петербурге, а сейчас все это можно в одной библиотеке в ГПНТБ посмотреть, и причем только одна книга была опубликована в 1882 году и не издавалась, ну, Титом, да, там она, по-моему, издавалась, не издавалась никогда, а он издал их, а он их издал в том виде, в котором они самые есть, факсимильные, то есть эти издания, да, которые, и они художественным, так сказать, обладают, не зря, когда Ремезова отправляли в Москву на то, чтобы он составил чертеж всей Сибири для царя Петра, вот, то сказали прислать искусного мастера, изографа, который владеет всем этим искусством, и он же собрал все эти чертежи в Тобольске, в Москве предоставили, правильно, Иван Павлович сказал, он никогда здесь не был, Барабинскую степь сурочище на карту написал, составил, значит, ему кто-то ее предоставил, либо он с каких-то информаторов собрал эту информацию, составил, тем более Кузнецк, там и другие места, где он тут никогда не был, но информацию, город Новосибирск будущий находится на реке Толу, да, Тулка, Затулинский жив в Массиве, вот, и тут же река Бертиня, все это изображено, на картах Ремезова не было, значит, изографов, специалистов, которые могли, ну, скажем так, по памяти воспроизвести, с высоты, как бы, птичьего полета и так далее, то есть, представить этот материал, об этих лицах, ну, Ремезове докторское защищено, да, а вот эти лица, Демьян многогрешный, так, когда я помню, он попытался из Сибири убежать, да, его там задержали, или кого-то другого, его в околах, это его соратник был, он убежал из Сибири, а их стали держать даже в околах, чтобы они не сбежали, все они остались в Сибири, и были в Сибири. То есть, попытки были, тут всякие разные, сейчас сказано, да, вот про белорусов сказано, мои хоть предки и прибыли сюда, в 1904 году, в Сибирь, но так думаешь, вот белорусы, значит, они в то время активно, служила Литва, потому что там они попали в плен, а что им делать? Они вояки, они воины, храбрые, и не боящиеся никого, куда их? В Сибирь пусть, в Сибирь, под государеву руку приводят, да? Национально власть. Да, хорошо, что автор использует уже из историков в Сибирске, вот Барахович, например, да, известный, я помню его диссертацию на 700 страницах практически, да, реценцию давал на него. Ну, вот я тоже отзыв писал, это интереснейший материал, когда там казак пишет, просит, челобитную, да, прошу добавить мне рубль к жалованию моему, потому что я в боях дважды в рожу ранен, стрелами, он же пишет, как в то время, вот, в боях участвовал, мне пенсион положен, военная пенсия, можно сказать, добавить прошу к жалованию, вот эти вот все отношения, которые отражаются в этих источниках, они очень нужны и студентам в том числе, для того, чтобы, ну, скажем так, уровень свой не терять в будущем. Спасибо огромное, Олег Николаевич. И я надеюсь, что Леонид Казимирович тоже выступит. Вы готовы? Да, у меня никакого выступления, конечно, нет. Я озвучу ваше имя целиком, чтобы люди, которые будут смотреть нас на видео, не запутались. Леонид Казимирович Островский, доктор исторических наук, профессор Новосибирского инженерно-строительного университета. Я хотел просто присоединиться к тем словам благодарности, которые высказаны, уже были здесь, Ивану Павловичу. Это, конечно, огромный труд. Я все это понимаю. И все мы понимаем. Тут, по-моему, все историки, да? Вот. Ну, я занимаюсь польской тематикой, поэтому для меня, конечно, как раз интересен был тот раздел работы Ивана Павловича, который как раз посвящен теме, связанной с, так скажем, разноплеменным составом. Это еще раз подтверждает то, что вот элита Российской империи, она была очень пестрой по своему составу, в том числе и в этническом, как бы, отношении. Так что, ну, пожелаем Ивану Павловичу здоровья и дальнейших творческих успехов себе. Спасибо огромное. Я еще раз хочу отметить, как часто говорят сейчас серьезные люди, что книга снова стала такой информационной роскошью и, конечно, если уж издавать книгу, она должна быть совершенной. Аркадий Климов тоже на этом настаивает. Ну, и понятно, когда все это сходится, особенно приятно, с идеальным оформлением на дорогой мелованной бумаге интересную информацию познавать. Я надеюсь, что мы сейчас перейдем к вопросам и ответам, если вы не против. Я хотел поздравить Ивана Павловича с выходом этой книги. Мы ожидали наш отдел редких книг рукописей ГПНТВ уже давно, это издание, и еще готовившаяся выставка изданий Аркадия Григорьевича. Должна была эта книга к нам попасть, но вот Иван Павлович объяснил, почему она не вышла вовремя. Сейчас она у нас перед глазами. Как я понимаю, она издана в библиотеке Альманаха Тобольской Вся Сибирь, и, насколько я понял, это первое научное издание в этой серии. В основном там публикуются художественные произведения, что тоже очень интересно. По истории Омска как раз было научное Нет, там Кропление. Кропление, да. Ну, там литературный Альманах, наверное, да. Вот. У меня такой еще вопрос, я поздравил Ивана Павловича с выходом этой книги. А теперь хочу задать вопрос. Вот, насколько я помню, в 2020 году выходил библиографический словарь «Служилы люди Сибири». И насколько вот эта книга коррелируется с тем изданием, это первый вопрос. Потом, вот, насколько полная информация в этой книге собрана. объясню свой интерес. Дело в том, что вот совсем недавно, Оксану Николаевну я уже успел похвастать, мы нашли в своей археографической работе очень редкое издание «Псалтейс сейчас осмотр» саму Ивана Федора 1570 года, пятый экземпляр в мире. И там, ну, как всегда бывает в такого рода книгах, владельческие записи последующие владельцы замазывали. Там есть очень хорошая запись, она полностью закрашена, нам удалось с помощью цветокоррекции восстановить ее. Там встречается имя Ивана Васильевича, Васильева Спицына. Насколько мы посмотрели по документам, он чуть ли не основатель Ирбитской слободы. Вот Ирбит, он может входить вот в эту ареал Сибири? Или все-таки он еще к Уралу относится? Это первое. Или где вот о служилых людях Сибири? Мы не нашли этой фамилии. в библиографическом словаре. Можно ли еще где-то такой практический вопрос поискать имя этого человека? Книгу он купил, судя по записи, в Великом Устюге в 1620 году. Да, ну вот такая информация. Ну вот это второй вопрос, наверное. Если вы ответьте, буду очень признателен. Я начну с первым. Ну вот эта книга, она безусловно она тесно связана со словарем. Вот поскольку в словаре вот эти имена уже нашли отражение. Вот словарь создавался вот нашим коллективом. Но там очень краткие скупые сведения. Ну учитывая, что все-таки 20 тысяч имен и словарь он тысяч страниц. Объемные. Мы не могли там и работа была очень огромная и мы не могли делать такие огромные очерки. Сознательно ограничили. Здесь мы представили более развернутые характеристики, более полное портрет служил людей. Добавил некоторые. статти, которые не вошли половиной особенно касаясь военной истории, они были новыми. Третья статья были абсолютно новыми. Другие статьи я ранее опубликовал в разных журналах преимущественно в ревизионах, но тоже в кратком объеме. У нас же требования не больше 20 знаков они запрещают нам. Поэтому многие сюжеты эссерические исчезали. Детали, которые любопытные, вынуждены были спать. Здесь я постарался дополнить значительно материал этих статей и словарей и наделить новыми персонажами. Второй вопрос. В отношении Спицына я не совсем понял. Ирбитская слабора входила в состав марикатурского уезда. Она основана где-то 1600 по-моему в 20-м году. Возможно в 30-м я не помню. А это крупнейшая была хлеба ровная слобода без современно приводилась в торговую ярмарку и так далее. Фамилия Спицына я сейчас не помню на слух он ни о чем но хочу написать статью о сибирском приказчиках в том числе ирбитской я попробую найти. Иван Павлович разрешите я во первых по первому вопросу когда как человек тоже поучаствовавший в этом библиографическом словаре должен сказать что вот этот огромный материал который Резун все время собрал он был переработан и издан Иваном Павловичем с нашей скромной помощью Иван Павлович ответственный только потому что Иван Павлович в полной мере себе ровно так же все эти источники представляет но знает и всю литературу и все эти архивные источники иначе это было бы невозможно расшифровать просто поверьте мне тот язык вот этот почерк которым это было написано расшифровывал только Иван Павлович Каменец потому что он очень хорошо понимал вообще о чем там идет речь и действительно когда вы читаете эти очерки в книге вот я это хотел подчеркнуть это не просто биографии подробной отдельных лиц а это в контексте не только эпохи а служилой массы то есть Иван Павлович очень хорошо представляет себе это служилое население поэтому все выводы его очень вы такие выверенные пока мы не читаем пока мы только эту книгу я это заранее читателям хочу сказать будущим хочу подчеркнуть что это действительно это на фоне служилого сословия не просто там как-то выборочно он взял случайно набор биографии и решил что ну вот это будет занимательно нет это действительно очень серьезный такой биографический метод да ну который у нас выводит на уже изучение социального слоя по поводу Спицына меня сейчас осенило есть известный историк Евгений Юрьевич который еще очень много выступает он уверяет что он потомок служилого московского рода служилых людей по отечеству то есть у него это документально подтверждено они там жили 300 лет как минимум если не больше на территории Москвы московской приезда поэтому можно там порыться был в верхотуре и вот все что угодно могу согласен и временно там послужить в командировках служилые люди же в командировках спасибо огромное я представлю тех кто выступал Алексей Александрович Юдин делал я таких книг и рукописи ГПНТБ Суран и Денис Анатольевич Ананьев скажу по секрету что мы однокашники жили однокурсники да я прошу выступить Михаила Викторовича Шиловского доктора исторических наук вам слово ну что уважаемые коллеги дорогие земляки я не случайно употребил вот это второе обращение Александр Трифонович Твардовский назвал сибиряком народом сборным но отборным и вот это отбирание началось вот как раз в эту эпоху героическую когда это колоссальное расстояние прошли буквально за 50 лет и осваивали этот рейд а потом закрепление территории в духе теории фронтира осуществили представители двух социальных групп а вот европейской России это прежде всего христиане северо-запада Вологда Устюга Великого и казаки вот сочетание этих двух элементов в условиях отсутствия крепостного права на этих территориях и заложило основу для формирования того что иногда сейчас называют сибирской идентичностью вот Марина Александровна Жигунова из Омска она вот как-то теорию активно развивает и говорит об этом вот и поэтому вот такого рода наработки благодаря работе Ивана Павловича Каменецкого они имеют как мне представляется и большое научное и воспитательное значение вот он проделал колоссальную работу используя в качестве первоисточника наследия Дмитрия Яковлевича Резуна его учителя моего хорошего друга вот и ну действительно очень тяжело идемкую трудную вот эту самую работу я вот как историк который занимается периодом более поздним вторая половина девятнадцатого начало двадцатого века вот считаю что это самый трудоемкий период который он им занимается это вот скоропись буквально приходится пробираться через вот эти ряды букв которые нормальные вот исследователи у нас вот капиталистов ну просто так же как вот и мы с некоторым так сказать долей иронии смотрим на советских исследователей появилась пишущая машинка и все закончилась эпоха когда вот ты как обезьяна вот эти письма Ядринцеву пытаешься прочесть вот и так и сяк и крутишь и вертишь и почерк очень тяжелый вот и вот там дважды более трудоемкой работы он ее проделал еще один аспект о котором тут мне говорили вот меня всегда интересовало зачем эти люди сюда пришли вот туда непонятно вот с какой перспективой и в принципе но понятно для государства вот эта территория представляла интерес с точки зрения пополнения казны ясака так не было тогда в России еще месторождение золота драг металлов открытых вот тут правильно Олег Николаевич сказал об этом каштыке вот первый а завышен вот но тем не менее вот они собственно вот как Ташикин подсчитал период после смутного времени этот Исак на треть пополнял доходную часть российского бюджета ну первый раз Сибирь спасла Россию и не последний так скажем а вот что имя так сказать руководило вот здесь кое-что в этом направлении сделал и это очень хорошо эту тенденцию как мне кажется надо продолжать смотреть к сожалению вот у нас жанр исторической биографии он существенно деформировал в советский период да и в постсоветский у нас герой какой-нибудь то есть персонаж это или мерзавец или святой так полутонов нет иногда эти полюса меняются там Николай второй из кровопийца превратился в святого и выдающегося такого государственного деятеля а вот Ленин совершенно противоположный это место за него некое такое сбалансированный подход да и вот когда пишем об иностранцам молчанов например о Деголе или там о Торле о Наполеоне или там о Черчилле там все он живой человек а у нас вот или икона или это на уровне гречки Распутина совершенно какой-то безобразный образ который вот и поэтому не представляется что Иван Павлович проделал колоссальную вот колоссальную которую надо так скажем ценить уважать преклоняться ну и продувствовать свой путь он в свое время когда к нам сюда стараниями Аризона и моими в институт пришел из Омска он обещал докторскую диссертацию 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 торговлю завершать несмотря на вот заслуги и героические путь вот в общем спасибо огромное еще вопросы дорогие друзья вопросы у нас какие я вот еще хотел обратить внимание на такой сюжет вот Иван Павлович для себя как он делился что он посчитал новым вот сказал одну треть там по сравнению с теми наработками которые были уже по данной проблематике вот потому что этот сюжет мне интересен в каком плане вот он 17 век вот огромное количество документов вот малое число людей которые с этими документами работают вот какие перспективы вообще вот работы с этими материалами ну скажем не только для современных исследователей но и для тех кто придет на смену хороший вопрос спасибо вы знаете я считаю что вот новизна вот этой работы отличается в том что все-таки мне создать целую галерею вот исторических личностей которые даже будучи известны но узкому кругу лиц специалистов более широко публики они неизвестны абсолютно в этом дошлине издание его актичным тиражом уже позволяет расширить круг читателей и петлистой второе второе вот если вы внимательно почитаете я постарался написать большое внимание взять именно русскую именную связь продолжать эту линию и на мой взгляд вот насколько позволяет мне вот и вот последующие исследования я считаю по данной эпохе должны содержать не просто вот имена героев но их предшественников вот кем они не были и последующих потомков только тогда мы можем иметь такое более полное такое адекватное представление личности своей эпохи вот а то получается что все наши вот даже монографии посвященные Семену Дежневу были Василию Бояркову было Ирофе Павлович Хабаров есть монография это крупнейшие фигуры смотри но открываешь их нету корней нету продолжений вот история обрывается на этих людей вот это я считаю большой недостаток современной историографии а иногда еще новые люди появляются которые оказывается ранее Семена Дежнева должны были заслуженными быть в этом плане это бывает ну и последнее что в чем сегодня трудности еще лечения молодежь действительно не любит заниматься трудоемкой работой вот у меня откровенно говоря богатый архив по той же торговле у меня неизданные полсотни книг таможенных есть у меня руки не доходит я нет учеников и не мог передать вот это архив наследие и сегодня к сожалению вот этой эпохой вот занимается единицей даже ведущих университетов сегодня мне жало судьи ною что у них нету специалистов по феодализму пребывал у меня в омске тоже они там 18 веку есть на 17 веку только короче в 18 веке в 18 веку тоже не принимает вот в чем трагедия ушел выпадает целый пласт российской истории начало российской новой государственности исчезает вот это плохо ну вот я уже предваряю так сказать эту беседу говорил о том чтобы а нельзя ли все-таки каким-то образом вот скооперироваться объединиться выпуске документов вот амичи же в этом плане сделали тартарскую книгу служил вот эту вот они же опубликовали из 701 года да вот они прокомментировали там все это статьи написали все эти фамилии вынесли и служилых людей и пашиных крестьян и татар тамошних так сказать всех-всех-всех все это они сделали но это одна книга да а их таких книг и если вот создать этот пласт этих документов 17 века то там может быть и уже заиграет и все вот работы которые коллективных усилий вот в одиночку это не справится слишком большой объем работы я к согласию заработал вот на этой книге вот на словаре поскольку столько времени приходилось терять вот ну что использовал зрение значит вот но другого пути нет сегодня безусловно должна быть координация научных усилий коллективов которые к сожалению отсутствуют вот Иван Павлович ну и я тут вот ладно то что вы сделали это научное а вот как вам кажется литературное воплощение как сейчас художественной литературе фильмы вот эти ваши герои квалифицируются или оцениваются и практически нет нет вот я тоже слежу художественной литературой ну и читал вам известную книгу Тавол например но это не литература я вот Верхотуров написал книгу Покорение Сибири но это тоже Абракадабра вот современная литература на мой взгляд на исторический сюжет ну по крайней мере 17 век она очень отстает это не Тунянов безусловно это не наш великий классик советский многотом на издание ой господи пером и шпага и прочее Пикуль это не Валентин Пикуль тот сидел в архивах много фантазировал но красиво фантазировал вот не так его приятно читать а сегодня пытаются это сделать романисты современные но у них не получается это отсутствие исторического и образования и вообще незнания архивов поэтому они во многом конъюнктурщики вот вверхоглаза так хорошо Стоколовский Иван Рисович из тот истории сибирское отделение ну поскольку я из всех присутствующих наиболее близок по своим научным интересам вот и писал я вот недавно про значит этого самого воеводу значит Мангазейского Смоленского дворянина Тухачевского ну и вообще так сказать эти все персонажи мне в общем достаточно хорошо известны что я хочу сказать коллеги значит поскольку я отлично знаю кто чем занимается вот вы поймите что дело даже не в буковках а дело значит в следующем что вот я тут что выступал на конференции по кухне Беринга это 18 век тема для меня достаточно новая вот в 17 веке что они пишут в отписках шли государь значит терпели значит великую нужду есть было нечего вот питались всякой ерундой в 18 веке они пишут есть было нечего не было вот этого вот этого вот этого вот этого тоже не было питались всякой ерундой а именно вот этим вот этим вот этим вот этим думаешь ого какое счастье вот а значит если мы возьмем значит дальше значит других типов источников инквизиции у нас не было слава богу Соответственно, никаких Монтаю, никаких Миноккио нам не грозит. Мемуаров в XVII веке тоже не разбежишься. Не было каких-то разных дневниковых... Дневниковая запись есть одна, это дневник Каменского двужика, который там полон ещё всяких фантастических сообщений. И вот представьте себе картину массовым. На 1700 год было примерно 300 тысяч русского населения в Сибири. Примерно, если как считать. А из этого русского населения, из 300 тысяч, 7-9 тысяч, по разбору Солнцева-Засекина 1924 года, это так называемые служивые люди. И вот служивые люди – это та категория населения, про которую мы можем что-то узнать про круг чтения. Например, сидел там товарищ и, значит, в псалтыре что-то чернил. Это есть очерк этого оглоблено. Ну и Волода говорит, это зачем? Зачем псалтыри справляешь? Или там, например, Крижанищ пишет. Принесли мне газеты. Я даже выяснил, какие газеты. Принесли мне газеты в Сибири. Я читал газеты в 1660-е годы. Или там известно, какие поляки там притащили с собой книжки. А для 200 тысяч крестьян, живших в Тобольско-Тюменском регионе, здесь вот это основное было ядро, мы этого ничего не знаем. Мы вот этих вот людей, мы добраться до них не можем. И это не значит, что они не читали. Вот в походе Старкова-Гречанина участвовало 8 крестьян в степи. И что они делали? Погнали их, так сказать, неволей или наоборот, они пошли там казаковать? Мы не знаем, но мы знаем, что они были. И то, что крестьяне были очень разные, это мы тоже знаем. А вот окошко, чтобы заглянуть в их жизнь, у нас нет. А дело в том, что разрыв между служивым населением и крестьянским, ну вот Никитин там по идеологическим причинам это пытался показать, но он был не такой глубокий. Потому что и бытовые вещи очень много совпадали, и какие-то вещи там... Мы вот тоже заглянуть как бы даже в карман не можем. Вот что у нас есть, например, по личной переписке? Переписка вот того же Бальцера Хмелевского. Вот несколько писем, которые он написал, которые были перехвачены, которые были поставлены в вину. Вот мы знаем, что поляк, находящийся в России, мог написать на родину. Опять же, от этого Хмелевского сохранилась роспись. Роспись, он, как всякий нормальный враг историков, он свои доходы не записывал, записывал только расходы. Но, по крайней мере, что за сабли 5 рублей отдал, мы это знаем, на 1613-18. То есть, можем как-то туда заглянуть. И граница она такая. Вот там вот видно, что там морковку покупают, там еще что-то. То есть, понятно, что русский крестьянин, он не так далеко стоял. То есть, не было такого разрыва, как в Петровское время. А к крестьянину мы заглянуть не можем. А к служилому человеку мы и в карман можем заглянуть, и в голову местами можем заглянуть. И главное... В опись документов его. Да, значит, в какие-то, значит, одежду, вещи вот эти, вот там однорядка лазоревая. И поэтому, чем вот служилые люди-то хороши? Что это люди, у которых есть биография. Это люди, у которых есть какое-то разнообразие источников. Понятно, что основной, самый пикантный у нас источник – это всякие служебно-следственные дела. То есть, как только, значит, какой-нибудь золотой человек пишет донос, как дружина Агарков пишет на Тухачевского донос, тут же, значит, государственная машина начинает шевелиться, начинает выяснять, а действительно, куда он ездил, а как он ездил. Мы понимаем, как размещали послов, как их кормили там. А так вот бы он написал бы, значит, отзыв, что я грамоту прочел, он мне там что-то сказал, ответственные слова, и я уехал там. Вот свой долг исполнил. А тут, понимаете, какая-то, значит, живая сторона появляется. Вот бросили они его там в степи воеводу. То есть, мы понимаем, как вот там народ... А он ничего, с отрядом, сколько-то там, 20 или 40 человек, все равно вышел. И опять написал на них донос. Вот. И вот... То есть, вы хотите сказать, что источники уже есть, их нужно интерпретировать? Насчет того, что... Еще раз говорю, что вот вы просто смотрите из своих, значит, века печатных машинок, да? Да? Вот. И не представляете себе, что... Ну, представьте себе, вот с 300 тысяч населения половина женщины, да? А что мы знаем о сибирской женщине? Да почти ничего. А как начинаем собирать вот эти крохи, там такие картины рисуются, там, не знаю, там, про жизнь якутов, например, из одного упоминания в сборнике Бахрушин, там, в Якутии все равно. Поэтому... Вот Оксана Николаевна правильно сказала, что служивые люди... Да. Вот Борисов опубликовал, там, про один из уездов якутских, когда они там, значит, с местным краеведом. Они взаимопервые русские источники, письменные о якутах, это середина 17 века. Он издает эти документы, и там описи, переписи, оказывается, такое социальное неравенство у этих якутов было. То есть оно там документально описывается, у кого сколько там этих лошадей, кто у кого служил, у кого чуть ли не в рабстве там находился и так далее. Вот эти документы-то, они все равно дают картину, срез того времени, и не только вот конкретных служилых людей, а определенных групп населения. И вот этим отлично сейчас занимаются, и тратят на это, видимо, средства хорошие. Вот я о чем говорю. Вы нам, ну вот, значит, если у вас есть на примете алмазная штольня, вот, то мы с удовольствием присоединимся к... Здесь не алмазная штольня, здесь гранты, которые идут у нас сейчас на миллионы рублей, на которые можно использовать для того, чтобы сканировать документы в РГАДА, в том же, или, ну, в других хранилищах. Я к тому, что вот эту историю надо пополнять документально. Но, она, вот, дополнение к актам историческим и актам исторических 19 века до сих пор, вон, возьмешь, все цитируют их, эти документы оттуда взятые. Значит, в то время эти исторические общества, там, или археографические, значит, да, комиссии, они специально этим занимались. И, как раз оттуда выявляется вот эта косвенная информация, которая потом послужит вот этим портретом. Мы от Кабинетского отошли. Мы про него, как раз, и говорим. Я вам, значит, прямо скажу, что я, значит, когда писал там свою, значит, диссертацию, там, у меня была положена в основу неверная гипотеза. Поэтому есть некоторое количество документов, некоторое количество сведений о Тобольских служебных людях попало. Вот, смотрите, на конец 17 века, значит, в Тобольской книге, окладной, числится примерно 3000 человек. В чем, как бы, вот Михаил Викторович все говорит, что там читать сложно. Какое есть облегчение в чтении документов 17 века? Документы 17 века, они все имеют формуляр. Они или от царя, государя великого князя, или царю государю великого князя. То есть, они унифицированы. И вы получаете уже некий набор букв, вы уже понимаете почерк, там, и так далее, и так далее. Но теперь представьте себе ситуацию, что у вас 3000 имен и фамилий. Вот, и эти имена и фамилии, вот, они написаны разными почерками. И у вас... Может, 2000, благодаря... Значит, у вас... Там Тобольск, капля в море, в этой конкретной книжке. Я считал, сколько там Тобольска должно быть, и сколько там его реально есть. Вот. И вот представьте себе ситуацию, что, вот, например, был такой мужик по фамилии Едловский. Вот, подьящи так писали эту букву «Я», что Покровский прочитал ее как Едловский в документах 1648-1649 года. Хотя это буква «Я», он... В других местах можно опознать, что это буква «Я». Вот. И плюс у вас фонетическое написание. То есть, каждый как свыше... То есть, псковичей видно в текстах. Вот, они цекают и чекают, их видно. Вот. Плюс вообще никакой унификации. Там, 30 февраля в таможенные книги встречаются. То есть, их даже календарь... Ну, люди как бы не за этим приехали, чтобы исторические источники создавать. У них были гораздо интереснее занятия. И вот я видел только одного человека, который сидел и переписывал Тобольскую книгу «Окладную». Это тетенька из вот этого родоведческого общества к вопросу о Спицыне. Да, потому что фамилия как-то на слуху. 1620-е годы. Там, значит, можно найти. И вот она сидела и переписывала. Я посмотрел на нее просто с черной завистью. Вот она сидит, значит, у нее есть преработок. По вечерам она приходит в архив. У нее я выучил, какой единственный микрофот всегда из 20 микрофотов, только один нормальный. Я выучил по ней, какой микрофот нормальный, потому что она туда каждый день ходит. И никто себе такого позволить не может. Значит, раньше это по финансовому, сейчас по состоянию здоровья. Вот. И как бы... Это не тупик, а ну, знаете, в конце концов можно сказать. У нас есть целый ПЕД-университет. Мы готовы и спискурсы прочитать при 17 век, и спеть, и сплясать, и спеть чего-нибудь готовы. Вот. Зовите. Вот. Мы придем, может быть, кто-нибудь откликнется, может быть, деньги найдет и так далее. Потому что университет... Студентов ПЕД-университета деньги найдет. Вот. Значит... До сих пор не видел, чтобы хоть один из выпускников спонсором основательного... Так, один на сборничек дал. Университет наш процветает со времен того, как оттуда уволился Николай Николаевич Покровский. Все эту историю помнят. Поэтому, значит, заканчивая свой пламенный спич, я еще хочу отметить, что вот я вам сказал, примерно 300 тысяч человек, да? Мы не знаем размер дружины Ермака, да? Но понятно, что вот первые отряды, которые пришли там Стрелецкий и так далее, вот основание Тюмени, это были сотни человек. Ну, скажем, 300, да? И вот мы видим, за 100 лет рост в тысячу раз. От 300 до 300 тысяч. И опять же, вот эти механизмы, как они расселялись, как они увеличились, какой у них был состав семьи, какие у них были жены, дети, там, братья, племянники и так далее. Это же отражено в литературе, в исторической, в том числе. Мы тоже... Женок брали силы, либо договаривались, либо покупали, либо приобретали, либо завозили. Олег Николаевич, мы сейчас вступим с вами в научную дискуссию. Все было не так линейно. Это время сегодня. Все было не так линейно. Проблемы обозначены. Но, значит, книга Ивана Павловича этим аспектом тоже интересна. Иван Павлович, еще хотел спросить, когда книга появится в ГПНТБ в отделе редких книг руководства? Они же рассылки. Катя Григорьевича не выслала вам. Ну, она же только появилась, получается. Они же рассылку должны обязательно делать. Обязательно бесплатный экземпляр будет. Да, обязательно. Спасибо. Он всегда... Хорошо. Он никогда... Будем надеяться на это. Он мне выслал, но 10 экземпляров, они уже у меня... Все вышли. Расширяя этот вопрос от имени широкой общественности, а не только представителей ГПНТБ СУРАН, Вы говорите о популяризации этого знания, об открытии 16-18 веков для широких. Книгу можно будет купить? Потому что другим путем добыть книга в библиотеке. Вот мне авторских экземпляров... Вот я уже раздал, говорю. Мне вышел Григорьевичный. Я, откровенно говоря, уже... Вот они у меня последние распроются, и все. Я не знаю, судьбу... Это к Григорьевичу надо обратиться на это. У него всегда, наверное, есть заначки. Значит, у них всегда должно быть... Почему? Потому что вот я однажды, когда я прозевал, две книги я купил, Ремезова, для нашей библиотеки, хорографическую и чертежную книгу. А потом узнал, что служебная чертежная книга есть, Ремезова. Я им звоню туда, в фонд этот, у него там секретарь. Я говорю, вы нам, пожалуйста, вот еще такую продайте книгу. Он говорит, пожалуйста, 160 тысяч рублей. Я говорю, а что так дорого? Эти я брал за 21 там или за 31 тысячу. А эти так, дорого у вас. Они говорят, у нас оклад, только вот осталось, там эта книга находится в такой коробочке, там все ценные. Я говорю, ну это подарочный. Глава Елфимов, как бывший предгородсполкома, подарит эту книжку какому-нибудь начальнику Газпрома. И все такое. А вы, говорю, выньте ее оттуда. И мне, говорю, пришлите ее. Нет, мы так не можем. Я пришел к выводу, что у них заначка всегда есть, и они могут продать эту книгу. Если к ним обратиться. По-моему, они печатали в Вероне раньше. Вот эти вот издания Еремезова, они печатали в Вероне, в Италии. Ну, у них же все на складах-то это было. Ну, сейчас, по-моему, нет. Для широкого доступа мы книгу обязательно разместим на сайте Института истории Суран. То есть, в ПДФ формате не все смогут. Если печатать, то таком, пожалуйста. Ну, не знаю. Там тогда фонд возрождения, может быть, начнет возражать. Нет, фонд возрождения в ГПНТБ обязательно пришлет. Нет, я про ПДФ на сайте. А авторское право у вас отобрали, нет? Авторское право? Да. Ну, вы там подписывали какие-нибудь бумаги, что вы в фонд пользы. Нет. Ну, так значит, оно за вами осталось. Конечно. Ничего я не поздравляю. О, отлично. Ну, то, что мне дали, я благодарен, то, что мне дали. Вот, спасибо за это, да, и у меня. У меня благодарность не нет. Вот за это и работает. Да. Спасибо. Спасибо. Спасибо огромное. Я напоминаю, что мы сегодня все находимся на презентации книги Ивана Павловича Каменецкого, которая называется «Служилые книги Сибири» 17-го, начало 18-го века. Спасибо огромное, надеюсь, что мы не расходимся. Просто я выключу сейчас запись, и мы сможем поговорить тет-а-тет. Спасибо, что вы приходите. Меня зовут Сибири. Спасибо. 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 Продолжение следует...